По положению гонщиков в молодежном первенстве России у них на первом этапе очков они не заработали. На втором этапе в Ижевске победил Бабак и он же сейчас и лидер. Итак, 26-й стоянный Дмитрий Бабак, 137 очков, лидер молодежного первенства России 2015. На втором месте 17-й номер коллегов, но он сегодня не ездит у нас 132. На третьем месте 23-й номер Рустам Такаев, 114. На четвертом месте Иван Захаров, также отсутствующий гонщик. На пятом месте 80-ка Константин Санин. Шестое место 151-й номер Вершигрук. Вот эти спортсмены улучшат. Моторин седьмой у нас и вот Залалов, Чурин тоже гонщики не приехали. Приятная встреча у меня сейчас только что состоялась с Димом Троцаем. Время этот спортсмен участвовал в чемпионатах России, защищал цвета клуба. Сейчас стоит, смотрит на гонку, облизывается. Да, Вадим? Облизывается, говорит, вот бы сейчас бы сесть за снегоход. Но все, карьера гонщика закончена. Теперь только как зритель. Ну, естественно, может еще, может быть, опытом делиться с подрастающим поколением. Сейчас наши юные спортсмены проедут круг и покажут, на что они способны. Достаточно у них резкий характер. Я думаю, что гонка тоже будет красивая. Ничем не будет уступать их предыдущим. От предыдущих выступающих. Да, амбиции у юных гонщиков предостаточно. Напомню, что это спортсмены до 18-летнего возраста. Ну и тому, кому 18 стукнуло совсем недавно. И здесь еще иногда адреналиновый голод, адреналиновый всплеск может себя проявить. Хотя, конечно, и ветераны тоже гоняют с тот же Милендием у нас. В мотокроссе ездят люди до 80 лет. Получается тот же Игорь Артемов. Ну, он уже так старается медленно. А если мы возьмем Ситковского Владимира, он 36-го года выпуска. Ему 80-го в следующем году будет. Вот он ездит уже так с запалом таким, в общем-то, достаточно серьезно. И говорит еще, Хонда мотоцикл, какой-то у меня нет перспектив с ним, собственно говоря. 78 лет, что-то перспектив у него маловато как-то. Вот он сам приезжает на мотике на гонки, приводит его на прицепе. И как-то, вот мне бы хотелось с кнопочкой мотоцикл КТМ, чтобы он сам заводился. А так уже Хонду завести как-то в 78 лет, что-то тяжеловато. И тяжело даются гонки песчаные, там вот в песке упал, утонул, так уже не хватает у нас сил. Но с другой стороны, это, конечно, тоже дорогого стоя. Наш председатель городской думы, Игорь Моисеевич Подожник, который в свое время возглавлял снегоходный комитет, сейчас тоже держит себя в форме, 39-го года рождения. И вот он участвует в пробегах снегоходных на достаточно большие расстояния, держит себя в форме. Так что, Игорь Моисеевич, пользуясь случаем, желаем вам всяческих здоровья. Когда здесь проводили, когда проводили юбилейный чемпионат России два года назад, собралось три председателя снегоходной комитетом. Подожник, Синельников, ну он был редактор, главный редактор журнала «За рулем», и Максим Шевченко тогда, да, на тот момент они были, три председателя. Ну что у нас, все готово к старту, ждем отмашки судей на старте. Последние приготовления. Сейчас еще несколько ребят. Займут позиции, да. То, что им досталось. Долбуш, вот здесь краешку он влез в подстартовую штучку. Да, очень многое, конечно, определяет стартовая позиция гонщика. Как ее займешь, так и стартанешь. Ну а дальше уже, конечно, все зависит от мастерства самого спортсмена. Ну вот судья сейчас идет, проверяет линию. Никто ли вперед не зашел. Все ли нормально. Стоят ли ровно гонщики. Линия определена. Ну все, сейчас уже будет дана команда судьи на старте отсчитывать секунды. И мы с вами увидим заеду юноши. Первый финальный заезд. Пять секунд. Старт. 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 Старт-тарт-тарт. 26 номер. Бабак. Бабак холл-шот в исполнении лидера сезона. Факеловский гонщик. Здесь был неудержим у нас квалификации. И сейчас вот желтой майке лидера Дмитрий Бабак. Впереди на лихом коне. Но у него пока шестое место на молодежке прошлого года. В этом году он выиграл Ушакова кубок у нас и кубок России по юношам. И лидирует вот в молодежном первенстве России. Сегодня мы узнаем, удастся ему дело до победы довести или нет. Бабак пролетел. 23 номер у нас такая. Фрустам на втором месте имеет место быть. Ну и дальше уже некие разрывы. Номер поменяли. Сарван Гадиров у нас под третьим номером. Ямбург Новый Рингой на скиду едет последним. Сарван Сахапаглы, дебютант, не ездил на первых этапах молодежки. Борьба! Борьба! Восьмидесятый номер красавицы у нас Саня Константин. Навязал борьбу лидеру. Удалось пока отбиться. Итак, Дмитрий Бабак. В ноябре месяце стукнуло ему 16 лет. Молодой в юнош. 13-й на Кубке России. 12-й на Ушакова был в прошлом году. Так растет он. Но сменяемость в юношеских классах имеет место быть. Конечно, все лидеры ушли. У нас тот же Карпан ушел досрочно во взрослый класс. Но тем не менее. Итак, восьмидесятка Санин. Константин Санин в этом году четвертый на Кубке. Вообще первый год выступает, кстати говоря, у нас гонщик на чемпионате России. 99-го года. 15 лет ему всего лишь отроду имеет место быть. 16 мая стукнет. Промчались парни. 15 минут плюс два круга лидера. Заезд. 26-й номер Бабак. Восьмидесятка Санин. 23-й Такаев. 151-й Вершигру. И на пятом месте 22-й номер Максим Лучина. Основные лидеры двух клубов. Ну, сейчас лидирует Бабак Факел, Санин Ямбург, Такаев Факел, Вершигрук Факел и Лучина Факел. Рустам Такаев на третьем месте. Вот кто борется у нас тоже за победу итоговую. Он сейчас на третьем месте в отсутствии серебряного призера виртуального. Он сейчас выходит на второе. Рустам четвертый был на молодежке прошлого года. Шестой на трофее России в Альметьевске. Седьмой на молодежке тринадцатого года. Достаточно давно гоняется. 17 лет он чуть постарше. Ну, тоже ему 16-17 в июне. Только будет иметь место быть, когда снег уже окончательно растает. Молодые у нас юноши. В основном этой гонкой заканчивается снегоходный сезон. То есть ставится точка, поэтому, естественно, гонщики сейчас выкладываются в полную силу. Для того, чтобы потом длить своими впечатлениями. На этом у них не заканчивается соревнование. Кто-то потом будет выступать и на квадроциклах, и будет выступать и на мотоциклах. Кто-то будет просто физическую форму свою поддерживать. Но вообще в снегоходном спорте ребята достаточно разносторонне развиты. Они участвуют во всех технических видах спорта. И в джиппинге, и в снегоходном кроссе, и в кроссе на мотоциклах. В общем, спорт настолько их завораживает, что они круглый год постоянно участвуют в каких-то соревнованиях. Лучший круг гонки у Дмитрия Бубака был второй круг минут 14-196. Сейчас он минуту 15 идет. Остальные медленнее. Вот Санин, кстати, очень много проиграл сейчас. И вместо борьбы за первое место, Такаев его сейчас за второе догнал. Улучшил свою позицию Максим Лучина. С пятой позиции отвоевал четвертую позицию у Артема. Вверх руках какие-то проблемы, похоже. Он вообще пропал у нас, 151 номер. Падение. И куда-то у нас улетел снегоход не туда. Не туда. Главное, чтобы все были в судейский автобус. Ну и Вершигрук у нас, это, по-моему, он был. Он отсекся у нас с кругом 4 секунды. Мимо трассы улетел. Но, тем не менее, Бабак в лидерах. Санин отстает на 10 секунд. Рустам на 13. 26-й, наверное, Бабак. 80-ка санин. 23-й, Такая. Подъехала карета скорой помощи туда, к судейскому автобусу. Ну да, неудачно. Мимо трассы как раз автобус стоит близко. Здесь он, видимо, в автобус. Сейчас посмотрим, что-то не видно пока, какую помощь там оказывают ему. Все ли в порядке. Ну а тем временем гонка продолжается. Никто не останавливал. Пять кругов завершил. Девятая минута идет. Основное время вторая половина заезда. Санин отстает на 9 секунд. И Санин идет быстрее сейчас, почти на 2 секунды. То ли круговые помешали сейчас у Бабака. Был медленный круг, минута 22. А у Сани на минуту 20. И третяток наоборот быстрый. 26-80-23. Такаев проигрывает на третьем месте. Рустам проигрывает 12 секунд. Лидер Максим Лучина на четвертом месте. Но проигрыш большой. Большой. Растянулись гонщики по всей трассе. Причем, что интересно, Такаев у нас на третьем месте был. А Санин у нас на молодежке на пятом. То есть они борются сейчас за подиум в отсутствии основных конкурентов. Тоже у них небольшой очковый был разрыв. У Такаева было 90. У Сани на 90 одно очко. А у Такаева Рустам 114. И здесь, соответственно, вот эта еще борьба имеет место быть. Итак, у нас отыграли по позиции. Моторин, Довбуш, Крец. 26-й Бабак. 80-ка Санин. 23-й Такаев. Санин у нас тоже куда-то исчез. Да, он потерял позицию. А Константин на третьем месте. Рустам Такаев вышел на второе. Где-то 13 секунд потерял на круге Константин. И Рустам Такаев вышел на второе. Вот как раз в борьбе за виртуальный подиум молодежного первенства России 2015. И сейчас Рустам Такаев самый быстрый гонщик на трассе. У Бабака минута 27. У Такаева минута 23. Он по 4 секунды у него отыгрывает на круге. То ли усталость, то ли что. 9 минут. Из 15 закончилось. 6 в итоге осталось. Проблемы определенные у лидера сейчас со скоростью. Это вполне возможно может быть и снегоход подводит. А может действительно сил не хватает. Потому что трасса достаточно разбитая после взрослых. И вполне вероятно где-то может быть усилились силовые. Где было меньше всего выбоин там появились они. Плюс еще ледовые моменты. Три секунды. Три секунды. На этом круге он 4 с лишним отыграл. Рустам Такаев на втором месте. Три секунды до лидера. 26 номер Бабак. 23-й Такаев. Борьба за лидерство. Вот мы видим сейчас в самой верхней части трассы два этих гонщика находятся. Рустам просто полетел во второй половине заезда. Вот Бабак. Вот Такаев. Уже меньше трех секунд. Санин тоже сумел восстановить темп. Сейчас он даун на третьем месте. Но у него очень хорошие круги. Минут 21 с хвостиком идут. Идут. Телезрители HD Extreme видят повторы вот этих моментов. Хотя это не повтор. Вот сейчас именно реальное положение вещей. Борьба за лидерство. Уже казалось обеспечил себе Дмитрий Бабак безоговорочную победу в этом заезде. А нет. Рустам Такаев. Одноклубник его навязал ему борьбу. Да и Санин сейчас очень быстро. Рустам Такаев на линии финиша две секунды проехал. А Санин пять и четыре десятых. При том, что еще порядка трех с половиной минут основного времени еще два круга имеют место быть. Все, растаял просвет. Растаял просвет. И Рустам Такаев повис за лидером. И накатил еще и Константин Санин. Номер 26, 23, 80. Борьба за лидерство. Трое гонщиков бьются. Дальше все достаточно спокойно. Максим Лучин на четвертом месте. Минут с лишним проигрывает. И Моторин на пятом тоже проигрыш большой. Время не стоит на месте. И секунды, минуты бегут. И этот заезд у нас 15 минут длится. Плюс два дополнительных круга по лидеру. Пока основное время не закончено. Опять что-то вот в этом заезде очень много гонщиков сходит с трассы. И вот еще очередное падение гонщиков на подъеме произошло. К сожалению, и они... А это, кстати, Такаев. Такаев все сильно усложнил борьбу у нас за победу. И он сошел. Похоже на сход. И так Рустам Такаев перестарался в этой борьбе за лидерство. Догнал он Бабака. Но здесь упал. И вот повтор для телезрителей HD Extreme TV. Это еще одно падение. Но уже, я так понимаю, выбивается трасса у нас. И ошибки начались у юношей. Продолжаются. Ошибки продолжаются. Вылеты следуют один за другим. Ну а те, кто стабильную гонку показывает, те не сходят. Те, получается, улучшают свою позицию за счет падения других. Полтора минуты осталось до конца контрольного времени. У Бабака круг минуты 25. Лучше был минута 14. Но быстрее только сейчас. Вот Санин. Такаев уже не участвует. Восьмидесятка Санин. Кто может с ним попытаться побороться. Но Санин, похоже, тоже отстал. Переместился он на второе место. Но круг был медленный. Минут 36. 12 секунд отставания. Позитие сейчас может занять у нас Максим Лучина. Лучина, да. Там он минут с лишним проигрывал на предыдущем круге. Поэтому мы его будем долго ждать. Крец, Довбуш, Викулин. Они уже круг проигрывают лидеру. Последняя минута идет. Но я думаю, что, наверное, успеет лидер пересечь лидер финиша до 15. 9 секунд. 8. Осталось до конца контрольного времени. Так, Лучина, третий. Лучина, третий. 22-й. Максим Лучина, факел. Новый уренгой. Бронзовый призер Кубка Ушакова. Этого года. Декабрь, сказал. На молодежке восьмой. Все, судья на финише показывает. Да, два круга. Да, показывает, лидеру показал цифру 2. Это означает, остается два круга. То есть 15 минут нового времени истекли. 9.4 просвет. Санин быстрее. Но я не думаю, что за два круга порядка 10 секунд удастся отыграть. Здесь, я думаю, борьба за лидерство закончена. И главное, без ошибок домчаться до финиша. Но заездов три. Заездов три. Еще все будет решаться во втором, в третьем. Дакаев после падения резко у него темп упал. И мы видим, он в прогулочном темпе у нас по трассе едет. Он сумел завести снегоход и как бы продолжить гонку. Но проигрывает он уже очень много. Остановился 173 номер Евгений Довгуш. Представитель Мау Норт. Молодой у нас 14-летний парень. Проблемы со скиду у него, с желтеньким, возникли. Заглох, скорее всего. Для телезрителей HD Extreme TV мы видим Бабака, который уже в спокойном темпе мчится. На последнем круге. Дмитрий Бабак на последнем круге. Моторин вышел на четвертое место. В итоге 78-й номер. На шестом час, вот после всех неудач вылетов. На, Рустам резко себе осложнил задачу борьбы за подиум. За высшую ступеньку подиума. На что он мог рассчитывать Бабак. Сейчас будет финишировать. Меньше по кругу ему осталось. Так, Санин дополнит виртуальный подиум этого заезда юношеского. Должен во всяком случае этого и сделать. И Максим Лучина может оказаться на ступеньке подиума. Он сейчас должен, да, подтвердить сейчас засечку. Проходя свой круг. Викулин, Сергей. Да, Максим Лучина третий у нас завершает тройку. Заключает тройку сильнейших в этом заезде. И вот здесь 10 отставания. Ждем мы на линии финиша победителя первого заезда. И вот он появляется. Итак, Дмитрий Бабак. Факел нового ринга. И 26-й номер продолжает лидировать в молодежном первенстве России. Выигрывает первый заезд юношеского класса. 78-й Моторин в итоге четвертом круге отставания. Восьмидесятка второй. Итак, Константин Санин. Константин Санин, Ямбург, новой рингой. Вторым завершает этот заезд. Крец пятый. 131-й номер Юрий Крец. Факел пятый. 23-й Мустам Сакаев в итоге шестой. Все-таки удалось финишировать факеловскому гонщику. Евгений Добуш, 173-й номер, на восьмом месте в двух кругах отставания. Даже в трех кругах отставания. Он 10 кругов закончил, при том, что лидер 13. Ну и сейчас завершит гонку Максим Лучина. Отставая немножко от лидера. Сходы у нас в вершигруг. Куюнжич у нас. Гадиров медленно. Вот он сейчас пересекает. Гадиров закончил 10-й круг. В итоге тоже он в трех кругах с лишним отставанием. На девятом месте. Сарван Гадиров. Факел. Ямбург. Ямбург, кстати говоря. Тренирует его. Директор команды Максим Шевченко. И Максим Лучина. Тренеры у него Милентьев и Евгений Склеров. Евгений Склеров, да. Тренерский штаб клуба Ямбург. Финиширует 212 номер Сергей Викулин на седьмом месте. Факеловский гонщик. А факел Павел Захаров у нас. Да, тренирует, да. Некогда сам действующий гонщик. Двукратный чемпион. Обладатель Кубка России. Быстрый гонщик. Участник международных соревнований. Кубка мира. Чемпионатов Европы. У Шевченко брали интервью в Великом Устюге. И он, кроме того, вспомнил, что он на этой трассе выиграл несколько раз в 2009 году Кубок России. Тоже вот как раз трасса Вологодской области.